служебный роман вражеская книжка может быть можете пару словечек накидать именно ну что можно посмотреть в этом фильме с нашей короче это вражеская херня я так скажу что за дрянь вы курите между прочим меня зовут юрий григорьевич швейцария как раз статистикой по химической промышленности с установкой компьютеров в строительном отделе так вот в швейцарии компьютеры очень хорошо что в швейцарии компьютеры но с чем у нас скверно так это с отделом легкой промышленности надеюсь материально вы не очень пострадали билеты в цирк не пропадут ну безусловно я загоню их по спекулятивной цене в вашей практичности я нисколько не сомневалась товарищ проницательный товарищ калугиев доброе утро верочка доброе утро юрий григорьевич у себя как всегда сувениры швейцарии я взяток не беру спасибо оперативно фирма если бы этот фильм снимался в тридцатые в сороковые года то там все было бы наоборот герои в начале были бы раздолбаями которые вместо работы там красятся куда-то в очередях стоя шмотки новый ищет и сплетничают традиции я бы сказал ритуал а потом значит через испытание там и преодоление всяких препятствий они растут над собой и становятся вот такими как какими вот этот самый крой мэмра блин была в начале нормальная за ли нормальная была женщина единственное что она почему-то блин прям старалась пострашнее выглядит сделать мы называем ее наша мэмра конечно за глаза ну дело вкуса дело вкуса впрочем да самое главное это ведь твоя работа там вот чё продвигается вот это вот гадкая блин что работа 36 лет чужое откуда она стала директором который министра хвалит это супер круто кстати нет 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 это не круто вещь мини это пошел он в жопу от министр у меня тут блин истерика там по полюбовне тогда еще не говорил потом кстати а вот из первых уст история как раз таки была у меня мама как раз 70-е годы приехала в ленинград она помощью в школе училась и встретилась с моей двоюродной прабабкой она значит и двоюродная бабка была который кстати отработала в советских предприятиях двадцатых там по 50-е годы и они пошли смотреть эту комедию и вот это вот моя родственница она и комедия понравилась кого смешно но сказала я не поняла а где они работают почему ничего не сказано про производством почему ничего не сказано что чем они занимаются вот это человек советский которые статистикой занимает в начале блин там еще даже в проскайке что это очень важно что оказывается если статистик накосячит потом в магазинах перебои будут с нужными товарами именно это понятно вот например отчет он завалил этот новосельцев да что там конкретно он завалил да вот это интересно что там было плохо да делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще статистика это наука она не терпит приблизительность понимаю как вы можете пользоваться непроверенными данными чем дело почему я проверял а вы обратили внимание что у нас регулярно возникают перебои с теми или иными товарами конечно я же хожу по магазинам до товарищи в швейцарии магазин это происходит от того что те или иные товары не запланированы такими радозеями как и кстати за широкими мазками опять же показывают эту работу работа это неважно видишь важно это чет кто ты в личной жизни а работа это типа вот и прогнуться под тупое начальство и что-то что она тебе тупо приказывает вот и поделал надо любить чтобы она не докопалась начнем с обуви именно обувь делает женщина женщины сейчас носят с перепонкой на высоком каблуке а по мне сапожки важны это кого ли у лебева кумача опять же есть хороший стих сейчас наизусть так не вспомнил должен кит бред с одной стороны мещанство с другой стороны вот это поперла что нахрен там кровать нахрен стол это слышать молодоженам нужна кровать на полу блины будет плохо значит она нужна мы не говорим что там у нее золотые эти поручни должны быть или какой там балдахин из партии но нормальная честная хорошая кровать должна быть кстати по поводу этого самого произведения ведь была пьеса в начале да по моему как раз шестидесятых годах и она была тоже по моему экранизирована но это как телеспектакль был и там немножечко акцентики другие ильдар александр сиризанов узнал что вот кинотеатки на режиссером не платят по тиражные вот все не показывать был бы жив режиссером вообще ничего не заплатили а вот театральные драматурги до которые пишут пьесы они получают с каждого спектакля деньги а поскольку у него появился замечательный соавтор эмиль брагинский они решили что не замахнуться нам не начать нам быть еще и и драматургами для театра до написать пьесу и они написали первую пьесу значит вот с новым годом который вы знаете как иронию судьбы и этот эту пьесу поставили в ста театрах страны представляете это был еще шестьдесят девятый год тогда они подумали елки-палки 100 100 театров нам платят надо тогда вторую и написали пьесу сослуживцы вот это та самая пьеса которая легла в основу фильмы рязанов он как известный такой скажем так авангард антисоветности прям вот там всем начиная с карманова на фига в кармане но она уже не в кармане уже вот так вот вы да то есть он там углубил действительно очень сильно и произведение действительно грубо говоря да она странная вообще если так мы пошло да да даже не то что советская советская просто логику разбивать разбирать с какого хрена там самохвалов отрицательный персонаж чем вообще плохого ты сделал то что он не захотел меня это изменять жене с этой потасканной немаляевы я не понял так он не объяснял он я раза три объясню а твоя жена не будет тебя ревновать кому ко мне они же будут а ты помнишь как мы с тобой ездили целоваться в конце а теперь на месте этого леса город помню конечно помню я не знаю а доброе утро аленька мне очень приятно что вчера у меня было мне тоже а я здесь стою тебя жду хочу тебя поблагодарить доброе утро здравствуйте вечер удался действительно ничего не скажешь а какие тебя планы на сегодня отдохнуть от вчерашнего значит неправильно она нагло на него с момент он не объяснял знаешь вот блин и по крайней мере в фильме я не знаю как это в пьесе может пьесе он действительно там какой-нибудь подзыв и ты хамый и негодяй фильме он к ней подходит слушай дорогая ты моя там ты типа очень тебя люблю уважаю ну понимаешь блин жена вся фигня все а нет эти скажу почему это я это делаю отрезательно потому что он через постели новосельцева уговорит выби себе место а почему грибах ну о чем с ней разговаривать юра не о змеях же правда я пытался за ней ухаживать на меня я не умею я последний раз ухаживал за своей женой это было лет 12 назад и я видимо разучиться алимила прокофьевна поняла что за ней ухаживаешь думаю что нет швейцарии стриптиз виден ни разу а по честному зачем мне это нужно я бы обязательно пошла знаешь я тебе вообще скажу если мы на его месте можно вообще там было съехать что слышите меня всерьез что ли вас принял я на приколе стою чём а по стакану выпил я говорю братан может пойдешь не замутишь я же не знал что ты дурак действительно пойдешь нет нет там все спланировано в фильме это четкая план он говорит ты она не молодая давай 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 нет ну ну вообще и опять же как себя проявил наш этот герой который вроде как положительный он пошел значит едет сначала читал чужие стихи выдавал за свои а потом выяснилось что она их знает нет причем еще нашел кого никакого там их не знаю испанского поэтому восемнадцатого века которого три человека читала пастернака пастернака за девиз идиотку то есть он ее до держал за идиотку а потом когда она значит это вы же он устроил истерию вам не нравится как я стихи читаю танцую лору потому что вы сухарь это нет мне не нравится стихи ты читал чужие за свои выдавал танцы это не танцы а просто пьяные блин эти кривляния твои и в самом после первых двух пунктов я уже ничего не хочу от тебя больше слушать этот разговор закрыт причем как будто она еще виновата в этой ситуации что она с ним плохо поступила и она ни с того ни сего потом расплакалась но на самом деле надо обзор делал это обзор делаем обзор товарищи эти фильмы книжки чё разобрать это мы завсегда это любим это мы любим литература наш все на все все на этом стопы до новых встреч так и вам не жаль бумаги наша бумажная промышленность работает превосходно мне не жаль бумаги пожалуйста побыстрее у меня куча дел